Благословен ты наш Господь и Бог, Царь Селены, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору, благословен Господь, дающий Тору. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. Прекрасное утро и прекрасное время изучения Торы. И на этой неделе, как многие из вас знают, мы изучаем недельную главу, которая называется Мишпатим. Мишпатим – это книга «Шмот» или исход с 21 главы 1 стиха по 24 главу включительно. И название Мишпатим говорит само за себя. Значение этого названия – законы или уставы. И в нашей главе мы видим, что представлены три вида Божьих повелений, которые Господь устами Маше говорит своему народу перед непосредственно заключением Завета, Синайского договора, Синайского союза, Завета, который мы знаем. И венцом нашей главы, венцом этих слов, сказанных из уст Божьих, является заключение самого Завета. В 24 главе мы об этом читаем. И несмотря на то, что глава Мишпатим – это отдельная глава, но изучается она, естественно, в контексте писания, в контексте книги. И для нас очень важно при изучении Торы всегда держаться контекста, следить за стихами, которые следуют друг за другом. Это очень правильно. И если мы вспомним, то предыдущая глава, она заканчивалась следующими стихами. «Сделай мне жертвенник из земли, и принеси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». И как мы с вами знаем, Бог явился своему народу у горы Синай. Бог явил, проявил, Он сделал реальным, Он сделал ярко выраженным свое присутствие. И Всевышний, Он предлагал своему народу вступить в отношения, вступить в союз, вступить в договор. И частью этих отношений, частью этого союза являлось, естественно, это Божье присутствие среди своего народа и жертвоприношение. Жертвенник и жертва. И вы знаете, я хочу сказать, что если раньше, до этого момента человек самостоятельно выбирал место, где ему приносить жертвы, он даже жертвы выбирал самостоятельно, то с вступлением израильского народа в Завет все менялось. Это место определялось Богом, и жертвы были также определяемы Богом. И читая нашу главу, непосредственно перечитывая законы, я думаю, что у многих из вас возникал вопрос. Есть законы, которые нам непонятны, но каким образом они касаются нас, верующих Нового Завета. Тем более в наше время вроде рабства уже не существует. В принципе, валов и овец у нас в черте города тоже нету, но мы об этом читаем. И это важные моменты. И я соглашусь с вами, что, естественно, мы с вами в Новом Завете. В Завете крови Ишуа, и вы знаете, этот Завет, он основан на жертве Ишуа Мессии. Благодаря Ишуа, его совершенной жертве, мы имеем мир с Богом. Я хочу прочитать, в послании к Колоссянам написано, что «Вас, бывших некогда отчуженными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, неповинными пред собою». И благодаря совершенной жертве Ишуа нам уже нет нужды приносить жертвы животных. За нас принесена эта жертва. Благодаря жертве Ишуа местом Божьего обитания стали наши сердца. Бог живет внутри нас. И, конечно, это при условии нашей веры в Ишуа. И вы знаете, что местом выраженного Его присутствия является община, Его кегела, где Бог... Мы сегодня могли с вами вместе все переживать Его присутствие, Его действия. И когда мы собираемся, Его присутствие, оно выражено, оно видно нам. Я хочу сказать, друзья, что так же само принцип не изменился. Мы приносим жертвы. Правда? Мы приносим жертвы Богу. Но только эти жертвы духовные. Это духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, Ишуа Мессией, как написано. Но, рассматривая нашу главу, мы должны понимать, что Божьи принципы, они неизменны. То, что написаны законы, прописанные в нашей главе, мы можем видеть в них принципы, которые не изменяются. Потому что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. В Нем нет тени перемен, что, как говорят, Бог Ветхого Завета злой, Нового Завета добрый. Нет. Бог тогда добрый был. И сейчас Он добрый. Он не изменяется. И мы в нашей главе видим эти принципы. Давайте рассмотрим некоторые законы, которые помогут нам в нашем хождении перед Богом. И если взять конкретнее, давайте рассмотрим один закон. Я хочу сегодня остановиться на одном законе и поговорить о нем. Но, как я сказал, в нашей главе есть многие законы. Эти законы, если так их объединить в сферы влияния, они разделяются на три момента. Первый – это законы о защите личности, далее законы о материальном ущербе и законы морали. И все эти законы очень интересные, все эти законы очень важные. Но сегодня я хочу поговорить о законе, который, к сожалению, не совсем популярный в наше время. Этот закон, он настолько непопулярный в миру, что потихоньку он начинает просачиваться в среду верующих людей. И, вы знаете, во время своего служения Ешоа, он обращал внимание на этот вопрос. И мы давайте с вами на этот вопрос также обратим внимание. «Хочу поговорить о законе, регулирующем взаимоотношения между детьми и родителями». И на прошлой неделе, как мы помним, и даже если оставить без внимания прошлую неделю, всем нам хорошо известна заповедь. «Почитай отца и мать твою, чтобы проднились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Да, мы знаем все хорошо эту заповедь, заповедь с обетованием. И если спросить, то, как правило, люди говорят, что хочешь жить долго на земле, «почитай отца и мать». Но, если внимательно посмотреть этот отрывок, то он касается непосредственно земли, которую Бог обещал своему народу. И земля, вот если посмотреть, обетованная земля, которую Бог обещал, она была местом Божьего присутствия, местом, на котором происходило служение Богу, местом, где народ приносил жертвы, где народ поклонялся Богу. Было место, избранное Богом, место Божьего обитания. И заповедь почитания отца и матери, она связана непосредственно с отношениями с Богом. Потому что, говорит, почитай отца и мать, тогда на земле, которую я тебе дал, на которой ярко выраженное мое присутствие, где вы будете поклоняться мне, где вы будете приносить жертвы, тогда вы будете жить долго на этой земле. И к этому моменту мы еще вернемся. В нашей же главе этот закон, он повторяется только уже немножечко с другого ракурса, с другой стороны, со стороны наказания за непочтительное отношение к родителям. И я вам прочитаю эти стихи. Это 15 стих 21 главы. И написано, кто ударит отца своего или свою мать, того должна предать смерти. И 17 стих, он говорит, кто злословит отца своего или мать, того должна предать смерти. И первое, на что стоит обратить внимание в данном тексте, это то, что мы видим повторение. В главе Итро, в 10 заповедях мы читаем о почтении родителей. В следующей главе мы опять повторяется этот момент, раскрывается этот момент. И мы знаем, что если в Писании какой-то закон или заповедь повторяется дважды, значит, это серьезное место. О почтении родителей говорится очень много раз. И мы видим, что повтор идет очень быстро. Это говорит нам о серьезности данной заповеди. Ее серьезность мы сейчас рассмотрим. Далее мы можем видеть то, что эта заповедь, она написана в контексте, опять-таки, рядом со стихами об убийстве и похищении человека. И, как мы с вами знаем из нашей главы, за это была смертная казнь. Ну, по еврейской традиции, через удушение. Вот, если ударишь родителей, это было удушение. Вы знаете, что Галаха учит, что если человек умирал после удара, то наказание могло быть только лишь в том случае, если на человеке были видимые какие-то повреждения. В отношении вот ударить родителей достаточно было синяка или ссадины, кровоподтека, чтобы предать человека смертной казни. И вы видите, что убийство и такое отношение к родителям находятся на одном уровне. Смертная казнь. Очень серьезный момент. Дальше мы можем видеть серьезность этого вопроса в том, что написано, кто злословит. Если ударит, тут еще мы понимаем, но тут написано, кто злословит, должен быть предан также смерти. И, вы знаете, я пытался рассмотреть этот момент, посмотрел перевод по номерам Стронга, и значение слова «злословит» очень интересное. Я вам зачитаю их. Быть малым, уменьшаться, быть незначительным, быть легким или быстрым, умоляться, унижаться, смиряться, быть умоленным или презренным, быть униженным, проклинать, быть проклятым, трясти, точить, оттачивать, облегчать, делать легким, пренебрегать, злословить, колебаться. И, вы знаете, из этого видно, что родители не обязательно ругать или их оскорблять, достаточно просто умолить их, просто пренебречь. Это и есть злословение родителей. И интересно также значение слова «колебаться». Мы не можем быть колебимы в моменте того необходимости, когда есть вопрос какой-то помощи нашим родителям. Мы должны быть твердым. Эта заповедь должна быть внутри нас, и мы должны быть тверды в этом. Не должно быть колебаний в этом вопросе. Потому что мы, как люди, всегда должны быть готовы помочь нашим родителям, покрывая их физическую, материальную или моральные сферы. Друзья, я хочу также сказать, что в противном случае мы становимся, если мы этого не делаем, становимся в одну позицию с убийцами. Об этом пишет Тора. А убийцы, как написано, как мы с вами знаем, царство Божие не наследует. И поэтому это очень серьезная заповедь. Согласно еврейской традиции, также есть такой момент, что о родителях нельзя говорить плохо, даже в их отсутствии. Мы не можем с женой говорить, какая плохая мама или теща, потому что это нарушение Божьих постановлений. И это есть злословие. Злословие нельзя говорить об умерших родителях плохо. Это тоже важный момент. И это, знаете, как говорят в народе, не забабоны Синайского или Старого Завета. Это слова Божьи. Это эти слова, которые подтверждал сам Ешуа во время своего земного служения. Он упрекал религиозных деятелей того времени, которые были представителями Бога на земле. И он их упрекал в моменте неправильного отношения к своим родителям. Я вам прочитаю, это Евангелие от Матвея, 15 глава, с 4 по 6 стих. «Ибо Бог заповедал почитать отца и мать, и засловище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто-то скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего и мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Прекрасное местописание, которое показывает, что даже служение Богу, оно не может быть важнее почитания наших родителей. И эти два понятия, они должны идти вместе. Я бы сказал, служение Богу и почитание родителей, они должны идти параллельно, единым путем. И в наших отношениях с родителями также еще важна наша забота о ней, забота с материальной стороны. Об этом тоже ни в коем случае нельзя забывать, потому что тоже Писание, Прид Хадыша, Новый Завет, Завет Совершенный, он учит нас следующему. Послание Тимофеям, 5 глава, 4 стих. «Если же какая вдовица, имея детей или внучат, то о ней прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». И дальше 16 стих написано. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должно их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных довидцам». Посмотрите, может быть непрямое, последний стих непрямое постановление, но которое говорит, что мы должны заботиться о своих родителей. Ни церковь, ни другие люди должны заботиться. Мы должны заботиться. Это угодно Господу, друзья. И поэтому не может быть никакого оправдания в непочтении наших родителей, наших отцов, матерей. Ни наши работы, ни наши дела, ни наши служения не могут быть этому помехой. Родителей надо почитать, о родителях надо заботиться, покрывая все сферы их жизни. Как я сказал, моральную, материальную и физическую. Это истинное почтение, которого ожидает от нас Господь. И вы знаете, готовясь, я думаю, подготовился, думаю, но все-таки всякое действие должно иметь логическое какое-то завершение. И мы изучаем Тору не для того, чтобы просто знать. Правильно? Мы изучаем Тору для того, чтобы ее применять в жизни. И если мы верующие люди, если мы исповедуем Ишуа, если мы называемся христианами, то всякое действие мы должны начинать с чего? Естественно, с молитвы. И поэтому, друзья, я призываю сейчас всех нас вместе помолиться. В первую очередь, возможно, нам стоит покаяться, если мы где-то забыли об этой заповеди. Может быть, где-то мы смогли наших родителей, ну, как написано значение слова, оттачивать. Это имеется в виду, что поправлять даже. Где-то говорить, ты не прав. Возможно, мы так поступали. Это время, чтобы покаяться, попросить у Бога прощения и помолиться за наших родителей, помолиться, чтобы Бог нам помог действительно быть в истинном почтении их. Они этого достойны. Они участвовали в творении нас. Они были соработниками у Бога в творении нас. И если мы не почитаем их, если мы тем самым не почитаем Бога, а мы этого себе позволить не можем, потому что за нас была принесена жертва Мессии, благодаря которой мы имеем мир с Богом. Поэтому давайте мы помолимся. Авинуша Башимае, Небесный Отец, Боже, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое говорит в нустырь наших сердец. Мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое, оно наставляет нас на всякую истину, оно обличает нас, Господи. Боже, если перед Твоим лицом мы прегрешили в почтение наших родителей, Боже, если, может быть, мы говорили о них худо или раздражались на какие-то их действия, Боже, прости нас, Господь. Прости, Боже, мы не имели права так поступать, и мы просим у Тебя очисти нас от этого, Господь. Помоги нам почитать наших родителей, помоги нам служить им всем, что мы имеем, Господь. Помоги, Боже, нам быть примером в этом для наших детей, потому что наши дети будут идти по нашим путям, Господь. И мы желаем, чтобы наши дети почитали нас, но мы знаем, что есть принцип для того, чтобы наши дети почитали нас. Мы должны почитать наших родителей. Мы благодарим Тебя за наших родителей, Господь. Мы благословляем их именем Твоим. И мы благословляем Тебя, благословенного, достославного, дающего заповеди для жизни. Тебе слава и хвала. Бешемишуа Машихейну. Амин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok